К нашему эфиру присоединяется политолог и публицист, политический деятель Андрей Пянтковский. Андрей Андреевич, добрый вечер, рады приветствовать. Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, Тало. Здравствуйте, Андрей Андреевич, всегда рады вашему появлению в нашей студии. Андрей Андреевич. Особенно в такой замечательный день. Это правда. Да. И, кстати, я думаю, что, понимая, о чем вы говорите, очень хотелось бы эту тему тоже обсудить, а на самом деле тему великое множество. Решение Международного криминального суда о выдаче ордера на арест Путина. Помогите, пожалуйста, понять масштабы произошедшего. Это колоссальные события, колоссальные. Но, прежде всего, это величайший акт справедливости. Справедливости перед уже десятками тысяч жертв этой войны. Но, кроме того, он имеет и громадное политическое и военное значение. Это серьезнейший удар по резко активизирующей. Я за этим наблюдаю. Здесь, в Вашингтоне, в Соединенных Штатах, такой партии, чем Берлина. Партии прекращения огня, мира. Украина все равно не сможет победить. Вот, причем такие настроения, они существуют сейчас и в республиканской, и в демократической партии. Ну, вы же знаете о тех публикациях, серии публикаций такого рода. А самое чудовищное, из которых публикации, не перестаю это повторять во всех эфирах, корреспондентка Вашингтон-Пост в Украине, Элизабет Хадаршьян. Это кремлевская пропагандонша, прикрывающаяся позиции корреспондента Вашингтон-Пост. Она пророковала эту статью якобы на базе бесед с 50 украинскими афишами и своего собеседника Купова, в котором она утверждает, что украинская армия потеряла готовность сражаться. Все думают только о перемирии, о капитуляции. Это такая чудовищная заказуха откровенная. Гоните эту корреспондентку в шею из Украины и запретите ей въезд. Но она не одна. Таких публикаций много. Мы видим, что творится в республиканской партии. Ну, о Трампе мы не говорим. Это его позиция в отношении Украины. Это она кремлевская. Но наиболее популярный кандидат в республиканской партии, соперник Трампа за номинацию Десантис, оказался таким провинциальным флоридским идиотом. Он заявил, что конфликт России. Украина – это какой-то пограничный конфликт в далекой европейской стране и не представляет жизненных интересах общественных штатов. Вот такие настроения. Они имеются, они растут, они поддерживаются российской агентурой. И, конечно, вот по всем этим пропагандистам Путина – это громадный удар. Теперь они должны признать, что они агитируют за потворство военному преступнику. Ну, и это удары по новоиспеченному китайскому императору Си. И очень вовремя, как раз, когда он собрался в Москву спасать своего вассала из абсолютно прогрошной для него ситуации. Андрей Андреевич, а это каким-то образом может повлиять на предстоящий визит Си, если он все-таки запланирован? Что-то как-то не совсем понятно. Ну, визит уже трудно отменять. Хотя, я думаю, те советники Си, которые наверняка отговаривали от него, от этого визита повторяют ему сейчас, насколько мы были правы. Но он, по сути, был обречен этот визит. Извините, Уси немножко в последнее время поехал, раз уж мы об этом заговорили, все равно бы вы начали спрашивать про Си. У него несколько поехала крыша от громадных успехов. Ну, первый внутриполитический успех. Ну, потому что он пробил государственный переворот в Китае. Он покончил с наследием Данциапина, которое требовало сменяемости партийных вождей. Какой-то элементарный такой гигиенический политический акт против диктатуры. Поразгласился китайским императором. А потом на днях, ему надо это признать, удалось значить большого внешнеполитического результата. В Пекине под его эгидой, как бы, великого миротворца, были восстановлены дипломатические отношения и какой-то шаг потепления между двумя оборождающими мусульманскими режимами, шиитским Ираном и Саудовской Аравией. Это полностью меняет внешнеполитическую ситуацию на Ближнем Востоке. И очень серьезный удар по позициям Израиля и Соединенных Штатов. Ну, я думаю, что Израиль ответит на это соответствующим образом в ликвидации ядерного потенциала Ирана в самое ближайшее время. Потому что допустить такого союза двух государств покровительств, по-существу различным террористическим организациям, с унистским и шиитским, он просто не имеет никакого права. Это задача его существования. Но товарищи явно строят такую империю зла из трех составляющих. Вот с собой во голове и двух таких вассалов, Иран и Россию, таких как бы двух псов, которых он будет наускивать на Запад, оставляя себе роль как такого более разумного и умеренного человека, который поддерживает Соединенные Штаты с тесноэкономическими отношениями. Ну вот он едет к своему вассалу. Это беспрецедентно. Для китайского императора, значит, слишком важна миссия. Миссия спасти Путина. Он хочет обеспечить ему какую-то такую мягкую версию поражения, ну что-то типа возвращения к линии 23 февраля, чтобы он удержался у власти. Обязательно ему удержать в власти Путина, потому что Путин ведет политику на сдачу позиций уже 15 лет, на сдачу экономических и политических позиций на Дальнем Востоке и в Сибири, Китае. И она его устраивает. И в случае сокрушительного поражения России Путин не удержит власть. И любой человек, который придет, будет он европейский ориентированный или каким-нибудь таким крутым русским националистом, неважно. Все равно политику Путина, присмыкаться перед Китаем, он пересмотрит. Все важно удержать Путина в власти, и для этого ему дать вылезти из этой украинской ситуации. Вот я думаю, что эта миссия его обречена на провал. Ну просто они понимают, Украине не впервой принимать миротворцев, которые привозят в Киев абсолютно неприемлемые для Китая предложения. Целых три было руководителей европейских государств. Мы помним Драги, Макрон и Шольц 16 июня прошлого года. Ну, сначала их повели в Бучу и Ерпень, ткнули их носом в военное преступление, тогда еще не объявленного военным преступником Пу, а после этого их посылали с их предложениями по адресу российского корабля. Ну, если товарищ Си хочет пройти этот путь, ну, предложите ему эту честь. Ну, дело не в риторике, дело в позиции. Понимаете, что нас не должна удивлять вот эти явления. Ну, Трамп вынес ему за скобки. Это особый случай патологический. Он просто своим Геббельсом, Такером Карлсом, повторяет все тезисы российской пропаганды. Но вот эта изоляционистская тенденция, она ведь очень сильна в Америке веками. Вот Америка выиграла три мировых войны. Первой мировой войны был президент Вилсон, Вторую мировую войну был президент Росбольд, и Третью мировую войну холодную выиграл президент Рейган. Так вот, все эти три президента, они шли наперекор большинству американского эстеблишмента, которое было настроено очень единонационистски и очень примиренчески. Эта традиция существует, поэтому удивляться стоит тому уровню, все-таки которого украинская дипломатия, да и прежде всего украинские вооруженные силы, достигли официальной поддержки Соединенных Штатов и других западных держав. Вы помните, с чего мы начинали? Мы начинали с саммита Байдена и Путина в Женеве, где Байден просто повторил тезисы Путина и посоветовал Зеленскому выполнять Минские соглашения. Очень большой путь был за это время пройден. Еще мы помним, что сначала американская разведка предполагала, что Киев возьмут в течение нескольких дней, а в середине прошлого года таким самым распространенным нарративом было так, да, украинцы молодцы, они прекрасно сражаются, но ведь они никогда не смогут победить русских, поэтому надо о чем-то договариваться и так далее. Ну вот сейчас официальная позиция и американское руководство, и западных линиев, выраженные заявлениями Большой Семерки, которая превратилась в Большую Восьмерку де-факто, они очень твердые. Это победа Украины, полное восстановление ее территориальной союзности, и только после этого можно с Путиным будет вести какие-то переговоры. Но вот эта линия Чемберленовская, она проявляет себя в массе публикаций, и вот эти публикации скандальные «Вашингтон пост», которые вся Украина говорит, и позиции республиканской партии. Ну, о Трампе мы уже поговорили, у него нет шансов получить номинацию из республиканской партии, но вот так неприятно нас, не то что поразил, но это ее можно было ожидать. Кандидат, наиболее популярный союз республиканцев, губернатор Флорида де Сантис. Он вдруг заявил, что, он считает, что конфликт, пограничный конфликт между Россией и Украиной, это какое-то их внутреннее дело, это очень далеко в Европе, это вообще не является жизненным вопросом для Соединенных Штатов. Вот такая очень устраивающая в Москву позиция. Но на сегодняшний день, в сегодняшнем Конгрессе, эта позиция резко отвергается. Ну, там есть 30-40 трамповских симпатизантов в Палате представителей, но всего республиканцев в Палате представителей 220. И их лидеры, такие как председатель Комитета по иностранным делам Майк МакКол или лидер меньшинства в Палате, в Сенате Мич МакКоннер, они критикуют Байдена как раз за недостаточную помощь в Украине. Вот они внесли резолюцию, которая потребует законодательно, законодательно потребует администрация передать самолеты F-16 или ленобойные ракеты ЭТРС. Так что в этом Конгрессе за поддержку Украине беспокоиться не надо. Но вот сложности избирательной кампании показывают нам, что и тому глубинному государству в Америке, которое понимает задачи Америки и понимает, что Украина сейчас делает листья мира, всем им ясно, что войну надо заканчивать до начала серьезной избирательной кампании, а именно во время весеннего контрнаступления Украины. Кстати, вот эта история с ГААГой, грубо говоря, с Международным уголовным судом, то, что выдан ордер на арест Путина за военные преступления в Украине, она как-то ускорит этот процесс. И вот те, кто Трамп, опять-таки, которые нарративы Геббельстовы повторяют, это все может нивелировать, вот, трамповские выражения, вот, заявления тех республиканцев, которые все-таки выступают за переговоры с Россией, да? Это колоссальный, колоссальный удар по их позициям. Ну, одно дело, вот, рассказывать как-то за мир, там, они, какие же нарративы, вот, жалко украинцев, ведь они страдают, сколько погибло, не пора ли прекратить это все. Вот, повторять все такие нарративы, защищая по сути военного преступника, это будет намного сложнее. Ну, я скажу, и товарища Си тоже непросто мне, нет. Но, прежде всего, еще раз повторю, прежде всего, это акт справедливости, вот, по отношению к тем замученным, запытанным десяткам тысяч жертв. Но, кроме того, что она... И я уверен, что суди, эти прокуроры Международного уголовного суда исходил именно из этих профессиональных соображений. Мы же не ждали, согласитесь, это было у нас всех неожиданностью. Да, абсолютно. Мы все, да, мы все слышали прекрасное заявление американского вице-президента господина Камара Харрис на Мюнгерской конференции и через два дня президента Байдена в Варшаве, что Соединенные Штаты официально предъявляют российскому руководству, в том числе и Путина, обвинение в совершении военных преступлений, прежде всего в преступлении агрессии против независимого государства. Ну, так Международный уголовный суд не имеет в своей юрисдикции вот этот состав преступления. Поэтому министры юстиции в Большой Семерке уже несколько раз встречались. Активно работали на создание специального трибунала, который предъявит Путина вот это основное обвинение, как в Нюрнберге, фашистским преступникам о совершении агрессии. И все ожидали, что вот когда этот трибунал будет создан, ну, это займет, наверное, ну, скорее всего, два-три месяца. Но Международный уголовный суд нашел, рассматривая преступление, которое входит в его юрисдикцию, похищение украинских детей, пришел к выводу, что организатором, вдохновителем и главным исполнителем этого преступления является некто Путин. Владимир Владимирович, еще какая-то там дамочка, как бы ответственная за детей в России, некая Львова Белова, по-моему. Вот. И вот привлечение его по этому чудовищному преступлению, но как-то формально для него даже второстепенному, явилось для всех нас неожиданно, на нас справедливо и, отвечая на вопрос, громадное. Вот это просто очень многие такие чемберленщики и в демократической партии, объявившейся в республиканской, они просто заткнутся, они не посмеют в это. Ну и Макрон, как Макрон будет звонить теперь человеку, которого разыскивает уголовный суд? Кстати, юрисдикция уголовного судара распространяется на 123 государства. Оказавшись на этой территории, Путин будет арестован по уставу Международного... Ну, он может ездить в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не признают над собой юрисдикцию уголовного суда, а все европейские страны, Канада и так далее. Это очень сильный политический акт, очень сильный. Ты в любой практической плоскости. А что значит практическая плоскость дискуссий в Соединенных Штатах? Она означает, какое оружие дать сегодня, что дать ли, присылать ли это, ограниченные самолетами МиГ-27, которые уже идут сегодня, уже идут самолеты из Польши и Словакии. И не просто советские самолеты, а переоборудованные и подкрыватые ракеты воздушно-базированные американские и с традарными системами более современным. Конечно, вот это решение поможет преодолеть какие-то возникающие еще в НАТО и в Соединенных Штатах колебания. Помимо величайшего акта справедливости, оно несет и прямой, практический военный смысл. Андрей Андреевич, остаемся в Соединенных Штатах Америки. Насколько, как вы считаете, вот те заявления, которые прозвучали из уст Десантеса или Трампа, например, действительно являются их позицией, а не просто риторикой? Объясню, почему спрашиваю. Ну, во-первых, потому что, например, того же Десантеса из республиканской партии и костяк партии раскритиковал. А во-вторых, если я не ошибаюсь, то именно Трамп, который говорил о дружбе с Путиным и помог в передаче Украине столь необходимых тогда нам джавелинов. Ну, это всегда Америка очень сложная страна. За передачу оружия среди Украине очень активно работал министр обороны Мэттис, который потом был уволен с нами. Пентагон непосредственно работал над передачей жюри. Но Трамп сегодня говорит чудовищные вещи. Он говорит, что Льявов в 24 часа договорился с Путиным о кончании конфликта, передал ему украинские области, тем более, что многие из них русскоязычные. Вот от этой позиции он вряд ли откажется. Она для него... Слово убеждения было неверным. У него нет никаких убеждений. Он такой шоумен от политики, типа нашего Жириновского. Но вот он твердо, он считает, что ему принесет успехи. Вот именно такая позиция он будет удержаться. Что касается Сантисом, я еще раньше, до того, как он высказался, я говорил, по-моему, и в вашей аудитории, что Сантис, у него нет вкуса к вопросам внешнеполитики. Вот он может занять и такую, и другую, не ансирен. Он больше погружен в внутриполитические американские проблемы. Ну, глубоко провинциален, как многие американские политики. Поэтому, почему он сейчас выбрал такую позицию? Ну, видим его политтехнологии, мы подсказали следующую. Тебе нужно, значит, добиваться номинации на республиканской конвенте. Там очень много соперников... Там очень много сторонников Трампа, которые занимают вот такую позицию. Он уже как бы завербовал на эту позицию за несколько лет, что Байден ведет опасную политику поддержки Украины. Она может привести к третьей мировой ядерной войне. Вот тебе надо перетащить этих людей на свою сторону. Поэтому вот скажи в таком плане. В принципе, где-то на каком-то этапе он может поменять, смягчить свои заявления. Что-то он уже после оглушительной критики лидеров республиканской партии Маконного, он немножко смягчил свою позицию. То есть тут он может варьировать. Но нельзя нам надеяться на такого человека. Надо заканчивать войну. Еще раз повторю. При сегодняшнем Конгрессе, в котором твердая поддержка большинства в пользу Украины. И при сегодняшней американской администрации. При сегодняшнем коллективном Байдене, который путь хоть с колебаниями, но тем не менее на сегодня занимает твердую такую черчиллевскую позицию в отношении российской конгрессии. При всем наличии массы таких чемберленщиков, выползающих в том числе и на страницах демократических газет в последнее время. Да, ну вот опять-таки возвращаясь к ордеру Международного уголовного суда, это, наверное, большой шаг, скорее всего, большой шаг к завершению, к подготовке завершения войны. Вот даже Стрелков написал в Телеграме про то, что, скорее всего, это готовится почва для результатов победы Украины. Но опять-таки, вот этот ордер на арест Путина, вот вы говорили про генеральском бунте в своих интервью. Этот ордер, он подтолкнет к тому, чтобы этот бунт таки произошел. Ну, все же понимают, что это не ограничится рассмотрением дела о похищении украинских детей. Объем преступлений огромен. Скамья подсудимых широкая. И очень хорошо, что определилось только два места сейчас на этой скамье господин Путин. И вот некая, неизвестная нам до сих пор, госпожа Белова... Львова-Белова. Белова-Львова, да. Вот. Все остальные вакансии свободны. И это сигнал не только генералам, но и штатским, кому угодно, любом в бункере Путина. Вот окажетесь ли вы на этой скамье, зависит от вашего поведения в самое ближайшее время. Если вы будете способствовать прекращению этой войне и аресту военного преступника, объявленного в розыск военного преступника Путина, одно отношение к вам будет, учтут ваши заслуги перед человечеством. И другое отношение будет, если вы будете орать, как сегодня орал, например, господин Володин. Ну, он, как избрался роль Рудольфа Гесса, который повторял все время, Германия – это Гитлер, Гитлер – это Германия, то он уже несколько лет повторяет. И он сегодня повторил эту фразу, что Россия – это Путин, Путин – это Россия. Всю Россию на скамье подсудимых не посадите. И призвал немедленно выдать ордера на арест всех членов Международного уголовного суда. А террорист Гиркин почему об этом сейчас начал кричать, как вы считаете? Ну, то есть, какова цель? Понятное дело, что его устами говорят другие. Ну, и он говорит, и он сам тоже, он глубоко обиженный человек. У него громадные заслуги перед русским фашизмом. Он первым начал войну с Украиной. Он там взял Славянск, мучил несколько месяцев населения, кого-то там расстрелял, а его отодвинули в сторону. Это внутренняя борьба среди этих пауков. Это не самое главное. Гораздо важнее борьба генштаба Герасимова и руководителя ЧВК Пригожина. Вот эта борьба, она очень полезна для нас. По-моему, она сказывается на боеспособности уже российской армии в районе Бахмута. Я не исключаю, вот мы все говорим о плане весеннего контраступления, взятия Мелитополя, Бердянск, изоляции Крыма. А вот не исключен, мне кажется, не исключенный удар по Бахмуту, в районе Бахмута. Не случайно. Обратите внимание, что сейчас Пригожин повторяет каждый день. Он повторяет каждый день. Мне не дают боеприпасы, мне не дают людей. Я могу потерпеть поражение, и тогда русская армия откатится до государственной границы России и Украины 1991 года. И в этом виноваты предатели в генштабе. И в этом виноваты предатели в генштабе. У меня, соответственно, Пищенкович просто заинтересован в этом сценарии поражения, в котором тогда он же укажет явно на предателя. Я же говорил, вот там предатель в генштабе. И его же поддерживают. Он же не один. Его поддерживает вся вот эта квака так называемых легендарных военных респондентов. Я думаю, что будут специальные процессы над ними. Все эти коцы, сладковые там. Не помню, уже сейчас всех поддубные. Вот. И мне кажется, что с этим связано решение украинского военно-политического руководства, вы помните, еще дней 10 назад общим местом было, что вот мы выходим из Бахмута на другие оборонительные позиции. Мы свои функции выполнили в преламывании российской. А сейчас нет. Мы будем сражаться за Бахмут. Потому что появилось, видимо, в связи с ослаблением из-за этого внутреннего конфликта возможность нанести там серьезное поражение. И второе, политический эффект вот этого поражения под Бахмутом будет огромен. Он просто обнажит и обострит вот весь этот конфликт, когда Пригожин и его банда будут орать, что виноваты предатели из генерального штаба. Ну, работайте, братья. Так бы я обратился сейчас и к Герасимову, и к Пригожину. Ну да. Кстати, поступила реакция украинского президента на решение Международного криминального суда. Процитирую. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении, в депортации украинских детей, незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию. Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хранить детей на российской территории, распылять по отдельным регионам. Все это очевидно. Российская государственная политика, государственное решение, государственное зло, которое начинается именно с первого должностного лица этого государства, процитировал президенту Украины Владимира Зеленского. Да, но вот это главная реакция главы украинской державы. Мы возвращаемся по ту сторону, да, в сторону зла. Вот. Одна из пособниц этого зла, Симоньян, уже вытащила ядерную дубинку и сказала, что не представляет, как могут арестовать Путина, когда у него ядерная кнопка в руках. Это что, вот опять это единственный козырь вытащили свой? Ну, это уже затаска наружу, уже Путин в последнее время к нему не прибегает. Но я напомню, что еще в октябре месяце американцы объяснили очень наглядно, какова будет реакция на использование ядерного оружия в Украине тактического. Это тогда НАТО огневым воздействием в своей территории просто испелит всю российскую группировку в Украине, ну и параллельно еще уничтожают остатки Черноборского фрота. И да, в качестве такой дополнительной вишенки на торте было сообщено, что при этом еще Путина лично убьют. Ну вот теперь я вижу, что была сделана ошибка. Нужно было еще сказать, что еще вашу пробокандистку Симоньян тоже убьют. Вот если бы тогда послушались меня с таким советом, мы бы не слышали сегодня таких заявлений. Очень может быть. Ну там список одной Симоньян точно не ограничивается. Андрей Андреевич, в результате, вот подводя некий итог всему вышесказанному событиям последних дней, в том числе решением Международного криминального суда, сколько ножек остается сейчас под троном Путина? Ну, вы знаете, на меня большое впечатление было его выступление перед российскими бизнесменами. Он находился явно в каком-то наркотическом состоянии. И вот его нутро такого шпаны из-под воротни, оно просто играло всеми красками. Вот глубинное детское шло, вот все его шутки, издевательства над бездом. Он находится в очень тяжелом психическом состоянии. Ну, можно только посочувствовать, товарищи. Вы знаете, у меня беседа со мной не покидает такая шальная мысль. Я не исключаю, что товарищ Симоньян в последний момент откажется от этого визита. И этим, отвечая на ваш прямой вопрос, будет подпилена последняя ножка у путинского стула. Давайте подождем два дня. Да, но, кстати, ведь нет официального подтверждения с китайской стороны о том, что этот визит обязательно состоится. Ну, вроде бы есть. Вот все это было с начала марта. Россия все время объявляет, объявляет. Вот мне такое чувство. Проверим его. Ну, посмотрим. Да, кстати, вот если вдруг в теории не произойдет визит Си в Москву, то произойдут ли его переговоры с Зеленским, которые он анонсировал после визита в Москву, как думаете? Вот, кстати, я уже говорил об этом. Мне не понравилась эта модель, но она, собственно, не столько сей, а столько с русскими. Распределяет, что товарищ Си приедет, с Путиным поговорит по душам, а потом они как-то-то откуда-то позвонят Зеленскому. Так не делается. Ведь для китайской дипломатии протокол – это кромадное значение. Если он изображает себя миротворцем между Путиным и Зеленским, хотя странно сейчас, вот после сегодняшнего события, быть миротворцем между военным преступником и законным президентом демократического государства. Но если так, то он должен общаться с ними на равной основе. То есть я уже говорил, я бы советовал китайским к украинским дипломатам, а я думаю, они не нуждаются в моих советах. Если он действительно поедет и высказать желание потом поговорить с Зеленским, ну надо ему дать понять, что это очень серьезный разговор, и мы приглашаем вас в Киев для серьезного разговора. Общение. Если он посредник с двумя сторонами, он с каждой должен общаться в той же модальности. Ну это элементарно просто. Ну это протокол, а существо-то очевидно. Он приедет с абсолютно неприемлемыми для Украины. Сколько таких людей приезжало в Киев, и целую можно плеяду составить. А сколько таких великих государственных, политических, деятелей культуры вылезали с подобными предложениями. Всякие маски, франциски, папы римские. Ну итог был один и тот же. Да, всем, кто предлагает Украине пойти на переговоры с Россией без вывода войск с территории Украины, всех их надо пригласить в города, которые были под российской оккупацией, чтобы объяснить, почему это невозможно в данном случае. Да, и не делать в этом исключение и для китайского императора. Ну в Китае император, да. А у нас он просто... Окей, в ближайшие дни обещают быть насыщены различными событиями, будем продолжать следить за развитием событий и с удовольствием обсуждать их с вами. Андрей Андреевич Пианковский, большое спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Владимир, спасибо Тау. До встречи.